Вы знаете, как интересно, Бог сказал про этот год, что это год Пасхи, если помните, да? Я могу сказать, что во время молитвы, вчера я так услышала, начинается исход. Вообще, что происходит в духовной сфере, мы не все видим. Даже можем сказать, ничего не видим, только чуть-чуть что-то нам приоткрывается. И даже когда Бог приоткрывает, тоже не все понимаем. Но чувствует Дух, правда же? Дух или замирает, или же как-то печалится, или радуется, все Дух ощущает. Потому что мы духовные с вами существа. Не только плотские, но и духовные. И сегодня мне хочется поговорить, немножечко тема такая у нас будет интересная, как бы о нашем посте. Но не про сам пост, а почему мы постимся. Что за пост у нас такой? Вы знаете, что вот такие слова были сказаны Иисусом. Дух Господень на мне. Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. О чем мы с вами сейчас спастимся и молимся? Что положил нам Бог на сердце, молиться? Какую молитву дал? Отпустить на свободу пленных, правда? Так поэтому мне хочется рассмотреть, о чем говорил, что за плен такой? Кто такие измученные? Кого пришел Господь выпустить, высвободить? Вы знаете, иногда мы очень примитивно понимаем вот это слово, понятие такое, измученный или же плен. Очень примитивно понимаем. Само состояние плена мы не совсем осознаем. Но настолько серьезно, что Бог послал Своего Сына высвободить из плена. Вы только посмотрите. Конечно, мы понимаем так, что, ну, пленен грехом. Но Бог пришел, чтобы грех простить, освободить. Да, это истина. Мы иногда говорим, пленен болезнью. Пленен желаниями, в плен попал Своего желания. И это тоже правда, это тоже бывает плен. Вот пленен Своим желаниями, все. Что такое пленный? Пленный — это тот, который не имеет Своей воли. Несвободный. Он просто, как сказать, исполняет то, что его пленило, и ведет, и тащит, и заставляет делать. То, что его удерживает. Плен — это муки. Это страдание. Это голод. Пытки. Унижение. Это все плен. Это лишение тебя всяких прав. Всякого права выбора. Всякой свободы. Это плен. Я бы сказал, что это очень страшное место, правда? То есть, это очень страшное состояние, когда ты в плену. И можно, вот это можно, пленом назвать, конечно, и болезнь, и все, что хотите. И даже страсти и желания. Человек бывает пленен обидами. Человек бывает в плену собственных мыслей и не может избавиться никак. Вы не замечали такого, вот какая-то мысль? И ты пленен этой мыслью. Но из этого плена есть освобождение. Надо принять Христа в сердце, в разум. Покаяться. И ты получаешь освобождение. Он пришел, чтобы дать победу над грехом. И свободу от зависимости греха. Но у понятия плена есть еще глубокое такое понятие. Глубокое. О чем говорит Господь? Есть очень серьезное значение у плена. Есть такой плен, от которого сам человек освободиться не может, даже принимая Иисуса Христа. Некоторые верующие душами своими остаются в плену долгие годы, верующие. Они нуждаются в освобождении. Но они сами не могут, им нужна помощь. Поэтому Господь был послан, как помощь. Из этого плена быстро и легко люди не выходят. Они нуждаются в освободителе. Они нуждаются в том, чтобы их оттуда высвободили, достали. Нужна такая помощь. Вот о чем говорил Иисус. Что Он для этого был послан. Главное, что Он послан был проповедовать пленным освобождение. Что даже у всякого плена есть возможность освободиться, чтобы вера в человеке возросла к этому. И Он пришел выпустить измученных на свободу. Выпустить. Откуда? Сейчас я вам расскажу одну интересную историю. Лет 20 назад. Бог меня несколько раз погружал в одно и то же сновидение. Это было место ада. Я видела очень длинный коридор. Темный длинный коридор. Без малейшего освещения. Он весь, это все помещение было сделано из земли. Ни одного окна. По бокам были сплошные клетки. В этих клетках были люди, измученные люди. И по коридору ходили демоны, которые их сторожили. Они их не мучили, так как мы представление свое имеем в аду. Горят, мучают. Это было что-то другое. Они там просто томились. Измученные томились. И я никак не могла понять, что это такое. Это сновидение было очень навязчивым. Время от времени оно у меня опять появлялось. Что такое? Честно говоря, я не могла его понять. Оно было очень неприятным, но я понять не могла, что Бог хочет этим сказать. Я просто ощущала вот эти муки, которые те люди терпели там. Это видение меня не покидало годы. Даже вот до последнего, до какого-то там времени. Я просила Бога открыть меня. Зачем ты мне это показываешь? Что это такое? И честно скажу, не получала ответа. Не получала. Я по своему там рассуждению как-то это хотела трактовать, как-то понимать, что это место мучений. Ну, буквально недавно Бог мне открыл, что это такое. Оказывается, и об этом месте мучений говорится в Писании. Это люди, которые еще живы. Они не умерли. Но их души находятся там в запертии. Живые люди, верующие даже. Хорошие, праведные. Но по каким-то причинам их души там уловлены. И я нашла это в Писании. Они скованы. Они заточены. Вместо мучений. Это и есть плен. Это и есть тот плен, о котором говорил Господь. Что Он пришел измученных выпустить на свободу из этого плена. Те люди, у которых душа вот так вот уловлена, они ощущают внутри очень большие мучения в душе. Они ощущают угнетение. Депрессию. Можно назвать это одержимостью. Так как дьявол их одержал победу над ними. Но это не безумие. Это не сумасшествие. Это не безноватость. Которую называют одержимостью. Это совсем не то. Это просто мучение. Мучается душа. Угнетенная душа человека. Это то, что человек испытывает. Постоянно испытывает. Вот это мучается внутри. И что же это такое? Это происходит даже с верующими. Как такое может происходить? Вы знаете, что открывает Господь? Это может быть даже с детства. Это может происходить с детства, когда ребенок родился, но от предков унаследовал это. Он может молиться, он может любить Господа, он может служить Господу, но вот там у него тяжесть. Это состояние ничем он не может объяснить, он не начитал. Потому что он просто в плену. У них не бывает радости, какая-то внутренняя печаль, нет свободы в душе. И на этот вопрос отвечает Езекииль. Оказывается, у Езекииля это уже есть Господь, пророчество через Езекииля. И он открывает, что происходит с народом Божьим, когда вмешиваются чародеи и колдуны, как они улавливают души народа Божьего и погружают их в плен. Это не обязательно грешники. Нет, нет, еще раз повторяю. На них не надо смотреть, что они согрешили потому так. Напротив, они стараются уловить тех, которые должны быть помазанники, должны служить. Которых Бог избирает, но они еще не встали. И они улавливают их. И погружают в это место их души. Удерживают для того, чтобы они не состоялись. Вот почему Господь пришел выпустить измученных на свободу. Освободить пленных. Давайте прочитаем Езекииля. Езекииль 13, 18. И 20, 23. Очень интересное место. И скажи так, говорит Господь Бог. Смотрите внимательно. Горе сшивающим чародейные мешочки под мышки. И делающим покрывало для головы всякого рода, чтобы улавлять души. Мы даже не знали, что такое существует. Пока не шьют мешочки, улавливают туда души. Покрывало шьют, чтобы покрыть человека. Неужели улавляет души народа моего, Божьего народа? Вы спасете свои души? Посему так, говорит Господь Бог. Вот я на ваши чародейские мешочки, которыми вы там улавливаете души. Зачем улавливать? Смотрите, что сказано. «Чтобы они прилетали и вырву их из-под мышц ваших и выпущу на свободу души, которые вы улавляете, чтобы прилетали к вам». Вот они как улавливают. «И раздеру покрывало ваши и избавлю народ мой от рук ваших и не будут уже в ваших руках добычей и узнаете, что я Господь за то, что вы ложью опечаливаете сердца праведников». Вы слышите, почему они бывают печальными? «Ложью опечаливают». Это их колдовство. Которые я не хотел опечаливать. Бог не хотел опечаливать эти сердца. А скольки в таком положении думают, Бог не любит нас, Бог оставил ложь. И поддерживаете руки беззаконника, чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей. За это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать. «И я избавлю народ мой от рук ваших и узнайте, что я Господь». «Вот он плен». «Вот он плен и основная причина, по которой народ Божий даже говорится праведники попадают в такой плен. Оказывается, это чародеи трудятся, улавливают души, опечаливают их, содержат их в плену, как мне Господь показал это место. Место угнетения и мучения. И покрывало набрасывают для того, чтобы человек не видел выхода. ощущал безысходность. Это все ложь. Это все ложь. Это все ложно. Есть всегда выход в Господь. Но человек в таком состоянии находясь не видит выхода. И сам не имеет возможности оттуда вырваться из такого плена. Поэтому Бог послал Иисуса. чтобы Он избавил из этого плена. С этой целью Иисус был послан. Чтобы отпустить измученных на свободу. И проповедовать пленным освобождением. И так по разным причинам попадают души в такое состояние. в демонический плен. Иногда это родовое проклятие. Иногда родственники обращались к колдунам когда-то, магам. И те получили права. Иногда это просто нападки. Потому что чувствует демон и сатана знает наперед кто Божий. Как написано чародеи это устраивают. Попытаясь просто предотвратить твоему восхождению. Это фактически сражение. С народом Божьим это сражение. И пока еще ты не в силе они пытаются тебя удержать. Опечаливать. Показать безысходность. Ничего у тебя не получится. Не будешь не состоишься. Это то о чем говорю вам мои дорогие. Они находятся в муках. В душевных муках. Безо всяких надежд и причин на это тоже не видят. Но это обман. Это ложь. Это лукавство. Это ложь. Это ложь. Это ложь. hypocrisy от дьявола. Он ложью опечаливает. Бог не хочет опечалить. Это не наказание. Как некоторые могут увидеть и сказать может быть он что-то согрешил вот Бог его наказывает. Это ложь. Господь сказал и я не хотел их опечаливать. Поэтому Бог посылает Иисуса. Чтобы Он пришел отпустить измученных на свободу. Бог помазал Иисуса. Чтобы Он проповедовал пленным освобождение. Есть выход. Дорогие, есть выход. Об этом еще Иезекииль пророчествовал Иисус повторил. А Иезекииль говорит от имени Бога. Я избавлю народ мой от рук ваших и узнаете что я Господь. Он пророчествовал об Иисусе Христе. Кто избавляет Иисус Христос? И в последние дни когда зло приумножается появляется все больше вот этих вот пленных появляется все больше измученных массовая депрессия. Что это? Уловленные души мои дорогие. Некоторых вот таким образом чародеи удерживают от спасения. В мире грешников они тоже удерживают таким образом от спасения. и об этом сказал Иезекий. Вот он говорит поддерживайте руки беззаконника чтобы он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизнь свою. Это все это работа это все битва в которую мы с вами ввязаны. Высвобождать пленных на свободу и проповедовать народу который грешный что есть возможность покаяться и спастись мы знаем что когда умножается грех умножается зло умножается благодать и умножается благодать Бог все усмотрел благодать посмотрите римляне 5 20-21 интересное место здесь говорится что закон пришел после и таким образом умножились преступления а когда умножился грех стала преизобиловать благодать дабы как грех царствовал к смерти посмотрите он царствовал это слово очень интересное царствовал теперь посмотрите так и благодать воцарилась сейчас благодать воцарилась через что? через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим то есть через Иисуса Христа благодать стала царствовать то грех царствовал сейчас благодать царствует воцарилась о чем это говорит? благодать имеет власть сейчас послушайте только благодать имеет власть благодать царствует вы понимаете в Иисусе в этом имени благодать царствует я бы сказала это благая весть Иисус оставил нам благодать царствующую над всем над тем что раньше царствовал вот что значит воцарилась благодать господствует сейчас мы с вами сейчас благодать господствуем над всем что происходило и происходит в этом мире и благодать это это не абстрактное понятие а вполне определенное это означает власть силу данную нам в имени Иисуса Христа и не потому что мы такие хорошие заслужили это нет это благодать мы ее просто принимаем принимая имя Иисуса Христа благодать человек ничем не может заслужить освобождение из демонического плена чем ты заслужишь ничем ни по каким заслугам ты не можешь получить ключи от ада и смерти ни по каким заслугам это восхитил Иисус Христос а нам дает благодать этим пользоваться благодать вы понимаете что такое когда говорится что Иисус получил ключи от ада и смерти о чем это нам говорит что там есть два места не просто смерть он отделил ад и смерть обратили внимание это тоже интересно что такое смерть в смерти уже те которые расстались со своим духом со своей душой тела то есть извините с телом расстались с душой с духом не расстанешься с телом расстались и пошли в смерть потому что грешники пошли в смерть это место смерти мы знаем что в смерти есть и рай и ад но это смерть а что же тогда отделено ад мы знаем что и смерть больше не властна над нами над верующими потому что Иисус Христос жив и сила воскресения живая и мы уже с вами в воскресении нам уже и смерть не страшна но это одно место но у Иисуса есть ключи от ад и смерти откровение 1.18 говорит и живы и был мертв и все жив во веки веков аминь и имею ключи ада и смерти и дальше Иоанна пишет 6.40 тоже интересно воля пославшего меня говорит Иисус есть та чтобы всякий видящий Сына и уверовавший в Него имел жизнь вечную вы знаете я сегодня перечитывала это место как интересно и вдруг увидела видящий Сына ну значит для нас ничего это не светит мы же Его не видим а оказывается Иисуса Христа надо видеть как видел Давид пред глазами Своими не только слышащий об Иисусе Христе но и видящий всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную почему столько раз мы говорим когда мы читаем Писание мы должны видеть внутренними глазами видеть почему Иисус сказал если вы не можете видеть если внутренние глаза ваши больны попросите у Меня купите мазь глазную потому что Его надо видеть живым живым видеть внутренним оком и верующие в Него имели жизнь вечную и я воскрешу Его в последний день мы с вами в смерть как таковую не идем однако и ад тоже уже не властен над народом Божьим потому что ключи у Иисуса от этих клеток которые в аду мучаются души ключи у Иисуса эти ключи у Иисуса там мучаются даже праведники написано души праведников но тот у которого ключи от ада имеет возможность открыть эти двери о чем мы молимся с вами чтобы все двери открылись почему именем Иисуса Христа это ключи понимаете это власть Иисус может открыть все двери почему скажут что если Иисус сделает кого-то свободным воистину будет свободен оказывается можно быть еще не воистину свободным можно от чего ты освободился а еще остался в плену от грехов освободился а душа еще в плену но кого освобождает сын Иисус истина свободным становится человек нуждается в полной свободе в полном освобождении и отец послал с этой миссией Иисуса Христа и он сказал Дух Господин на мне ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождение слепым прозрение отпустить измученных на свободу вот об этом времени пророчествовал Иезекииль когда он сказал я избавлю народ мой от рук ваших и узнаете что я Господь вот оно понимаете пророчество одно и то же я хочу сказать что если бы чародеи и маги не имели никакой власти и не могли бы улавливать души праведников и помещать их в клетки ада Иезекииль бы не пророчествовал об этом и воля Бога не была бы высвободить нет чего высвободить и это невозможно этого нет как некоторые считают ничего этого нет как страус головку зароет в песок ничего нету ничего не вижу но Бог послал Иисуса с этой миссией силы тьмы реальны так же как реален Бог как реальные ангелы Божьи реальные и ангелы сатаны и сражения ведется ежедневно и мы с вами на фронте на войне духовной война идет против народа Божьего он сражается против Бога но сражается против его народа поэтому нельзя жить беспечно дорогие мои на войне как на войне нужно быть во обмундировании полностью нельзя спать если ты на войне проспишь окажешься в плену но кажется что тебя уловили понимаете что Павел напрасно говорил 1 Петра 5, 8, 11 Петр извините Петр трезвитесь бодрствуйте потому что противник ваш дьявол ходит как рыкающий лев зачем ища кого поглотить противостойте ему верой зная что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире не буду дальше читать мне интересно слово поглотить что значит поглотить поглотить адом проглотить в себя затащить в свою тробу это называется поглотить что хочет рыкающий лев дьявол поглотить поглотить понимаете в свою тробу в внутренности ада поглотить души если не бодрствовать вполне возможно попасть в это поэтому сказано бодрствуйте трезвитесь в другом месте говорится непрестанно молитесь бодрствуйте правда чтобы не попасть в его уловку не попасть в это противостоять возможно твердой вере исповедую Бога что он уже имеет все ключи всякую победу что благодать царствует в Иисусе Христе что он победитель этим надо противостоять а для этого надо быть в полном доверии ему в полном доверии нашему Господу тогда он не будет иметь сил поглотить тебя надо быть в руках Господа кто похитит из руки Господа это нереально если вы в Господе в его руках он вас никогда не похитит и из плена он сказал что пришел проповедовать пленным и сегодня мы с этой же миссией проповедуем пленным что есть освобождение для них не бросать их надо а высвобождать их надо знаете сколько хотят бросить пленных потому что тяжело тащить их я согласна пленных тяжело тащить тяжело нести эту ношу но так извините их надо вытаскивать а не оставлять там Иисус пришел с этой миссии он же не сказал оставлю тяжело но он именно пришел чтобы отворить все решетки знаете какая сильная молитва вера когда она объединена вы посмотрите только когда сажали в темницу хоть Петра хоть Павла церковь молилась темничные двери пошатались земля пошаталась открылись все темничные двери все засовы упали скандалы спали это сила молитвы сегодня мы с вами тоже молимся соединились объединились спастимся эта сила будет в молитве когда Бог что-то открывает уже никто не может закрыть если Господь откроет эти темничные все двери которые я видела никакая сила не сможет закрыть сегодня это наша миссия это наша миссия понимаете в Иисусе Христе сегодня мы должны молиться сегодня мы должны поколебать эту темницу посмотрите как сказало в Филадельфийской церкви Откровение 3.7 и ангелу Филадельфийской церкви напиши так говорит святый истинный имеющий ключ Давидов который отворяет и никто не затворит затворяет и никто не отворит все что от нас требуется это молитва еще хочу что-то сказать давайте посмотрим на Иисуса потому что надо видеть Его как сказано давайте посмотрим на Него обратим внимание на то что существует для всего свое время Иисус заявил о себе о своей миссии сразу сразу когда Он вырос и сразу заявил о себе так это было вообще-то если мы внимательно читаем Писание мы видим что не сразу но когда пришло время откуда Он знал время от Отца Он знал время от Отца когда Он пошел в синагогу в которой Он уже бывал не один раз это Он там вырос это в синагоге все Его знали и как мальчик Он читал в этой синагоге уже тогда когда Бармитсова была с того времени периодически Он там имел право почитать Слово перед всеми по традиции и вот говорится что Он пришел по традиции в Галилею в синагогу где Он всегда проповедовал когда приходил и читал читал Слово и однажды заявил о себе и однажды заявил о себе почему не сразу он уже взрослый мужчина был он подождал определенный срок и неожиданно для всех ну подумаешь еще раз пришел еще раз прочитай он вдруг открывает место потому что пришло время и говорит вот посмотрите и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею когда? через сорок дней поста через сорок дней поста когда Он был возведен Духом в пустыню сорок дней Он был искушаем дьяволом и когда написано Он там все равно победил искушение ангелы приступили к Нему чтобы служить началось служение почему? кого Он подождал ангелы приступили чтобы с Ним служить и тогда Он приходит в Галилею и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране Он учил в синагогах их и от всех был прославляем и пришел в Назарет где был воспитан и вошел по обыкновению в синагогу да? в своему в день субботний и встал чтобы читать ему подали книгу пророка Исаии он раскрыл книгу нашел место где было написано ду Господь на мне ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождение слепым прозрением отпустить измученных на свободу проповедовать лето Господне благоприятное и закрыв книгу и отдав служителю сел и глаза всех в синагоге были устремлены на Него и Он начал говорить им ныне исполнилось Писание сие слышанное вами только ныне Он подождал 40-дневный пост пребывания в пустыне где Он был искушаем где Он получил силу уже и пришел с этой благой вестью все исполнилось Он сообщил что Слово написанное о Нем начало действовать у каждого Слова есть срок Его исполнения у каждого обетования есть свое время Хочу вам сказать интересную вещь 30 лет Иисус шел к этому обетованию 30 лет Иисус шел к этому обетованию Сын Божий 30 лет шел к этому обетованию и вот заявляет ныне исполнилось Писание сие слышанное вами Уверовавших же будут сопровождать сие знамения Именем Моим будут изгонять бесов Будут говорить новыми языками Будут брать змей И что смертоносные выпьют не повредит им Возложат руки на больных и они будут здоровы Исполнилось это время ныне это время исполнилось Так что подождем еще 40 дней нашего поста Но не будем сложа ручки сидеть А будем высвобождать пленных на свободу Бог дал нам эту молитву И на удивление эта молитва многих задела зацепила и эта молитва 触ла много сердцев Субтитры подогнал «Симон»